Валентина Бирюкова Валентина Бирюкова Честно скажу, я сам проект смотрела не полностью, но я определила для себя, наверное, как и любой зритель каких-то фаворитов и их отслеживала. Вы у меня были в числе моих фаворитов и Женя Благова. И не только я, я думаю, что многие обратили внимание на то, что в вашем исполнении вы как будто переживаете и прочувствуете каждую песню, это невозможно не заметить. Это вот как ключик к сердцу зрителя или вот просто иначе невозможно песни исполнять? Ну, во-первых, спасибо вам большое за то, что я была вашим фаворитом. Мне хочется в это верить, чтобы вы это искренне говорите. Честно, честно. А насчет того, что прочувствовали для того, чтобы понравиться зрителю, это, конечно, неправда. Чувствуешь, потому что чувствуешь. Или чувствуешь, или не чувствуешь. И я, можно сказать, с раннего детства, я могла слушать какую-то песню, плакать, сопереживать. Я достаточно музыкальный человек. Возможно, у меня есть какие-то недоработки в плане вокала и техники, поскольку я не занималась эстрадным вокалом. Но все, что касается музыкальности и чувственности, я думаю, что я с этим родилась. Как бы это ни звучало, может быть, нагло. Я думаю, что с этим нужно просто родиться. Я действительно люблю музыку, насколько я могу, я ее чувствую, сопереживаю и стараюсь поделиться этими эмоциями, которые я переживаю. У нас вопрос, ну, тоже касательно эмоций возник в процессе, пока мы ехали с ребятами. Исполняю балладу матери, я ее присматриваю каждый раз и каждый раз рыдаю. Вот как вам удалось вот с таким надрывом и вот самой не расплакаться на сцене? Я вам скажу так, что я тоже рыдаю, когда слушаю эту песню. И правда, тяжело совладать с эмоциями. И Александр Борисович долго со мной боролся, долго меня этому, как сказать, наставлял и учил. Он говорил, что я пою слишком на отдачу и говорит, что после каждого твоего выступления, после каждой репетиции тебя можно наносить из зала. И даже когда у нас были репетиции уже в зале непосредственно перед эфиром, он мне не разрешал полностью проходить песню. Потому что я, ну, слишком это чувствую. И я, как он мне говорит, ты должна убавлять как комфорку газовую, знаете, дать немножко эмоции, потом ее убрать. А у меня если комфорка, так она по полной. Вот, я он мне не давал до конца ее пропевать, чтобы меня немножко, ну, сохранить для выступления. Ну, я просто не могу иначе. Возможно, это не профессионально, возможно, я еще этому научусь. Но пока я умею только так. Вот, сколько раз я пою, столько я ее переживаю. Конечно, до слез там один шаг, но я стараюсь немножко держаться, потому что когда уже прям правда плачешь, то это немножко мешает вокалу. А так, конечно, это сложно, ну, а по-другому я просто не могу. Мне кажется, знаете как, вот во мне поют не вокалы и связки голосовые, а во мне поют как раз-таки чувства и эмоции. Но по-другому я просто не научилась пока. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сынок И вот умею это делать так Вот насколько я могу это Настолько я ей передаю Я пою чувствами и душой Вот, как-то так А как там легче технические песни пить или проще Я не знаю, потому что особо Какие-то такие там третьи октавы Я не влезаю и не делаю всех этих А любимая песня В вашем исполнении есть какая? Да, я вот как раз таки Баллада матери, о которой вы говорите Это была моя мечта И два года назад в новогоднюю ночь Загадал желание попасть в проект «Голос» И спеть балладу матери на всю страну Представляете, прошло два года и моя мечта сбылась Это действительно так И я сейчас Каждый раз выходя на сцену Концерты, я думаю, господи Но раз такое бывает, что вот ты об этом думал Ты об этом мечтал, сейчас ты стоишь на сцене И вот поешь эту песню Такая аудитория, такая большая сторона И я этому очень счастлива И счастливы мои родители Потому что это наша любимая песня в семье У нас много любимых песен Но все, что связано с песнями о патриотизме, о России Это все мне очень близко Я очень люблю Все эти песни, я воспитана на них Мой папа военный Поэтому вот это моя любимая песня Это моя любимая тематика Конечно, я люблю тоже песни о любви, о чувствах и так далее Но, наверное, пожалуй, самое главное Это все, что связано с патриотизмом, с Россией и так далее Почему Александр Градский? Вы вроде Пелагею сначала хотели Да потому что я в поле не повернулась Я бы пошла к поле, если бы она повернулась Но сейчас я не то, что не жалею Я настолько счастлива, что вот так все свыше сложилось Я к ней хотела, а именно она не повернулась Все повернулись, кроме нее Но Александр Борисович, ну понимаете, там каждый Каждый наставник, это просто, ну не знаю, какие-то легендарные уже личности Да, 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 как выбрать Да, но Александр Борисович для меня это просто какая-то такая непоколебимая просто глыба Легенда И опять же, оглядываясь там два года назад Я даже не могла подумать и помечтать о том, чтобы просто к тому человеку подойти и взять автограф А тут, представляете, я с ним существовала полгода Он меня там ругал, чему-то учил Это, конечно, колоссальный опыт И я вообще всем желаю идти на голос Проходить дальше и позаниматься у таких наставников, как Александр Борисович Крадский Теперь у вас автограф берут Каково это, кстати? Ой, ну это, мне кажется, нам со всем девочкам непривычно очень было Самый такой, знаете, первая волна, это после степых прослушиваний Когда вот, во-первых, ты себя по телевизору увидел, еще кто-то тебя увидел И так подходит, там где-то иногда с мужем где-нибудь в кафе сидим, кушаем И подходят люди и говорят, слушай, по-моему, это девочка из голоса Я говорю, да, да, это я, пожалуйста, узнайте меня Ну мне было приятно, в диковинку Ну круто Вот вы про мужа упомянули Вы сейчас с девчонками ездите уже по стране колесите Вас дома потеряли, наверное, вот нормально воспринимаясь за все это? О, нет, конечно, потеряли, конечно, непривычно Но у меня муж в это умудрился уже один раз в Тюмени Он приехал сюрпризом Это был канун 8 марта Он мне сделал сюрприз Я увидела его в первом ряду Исполняя уже где-то последнюю песню Вот у нас был заезд такой на юга Сочи он прилетел Ну то есть все равно, конечно же, скучает Вот, ну относится к этому с пониманием Потому что, в принципе, он меня уважает за то, что я личность За то, что я делаю, то, что я люблю Занимаюсь тем, чем я люблю заниматься Поэтому, в принципе, у нас достаточно такая Дилия, взаимопонимания Ну, можно потерпеть два месяца, ничего страшного Возвращаясь к проекту Понятно глупый вопрос, что тяжело, не тяжело Понятно, что тяжело Насколько тяжело, что было самое сложное? Ой, тяжело, тяжело все Для меня, в принципе, я очень волнительный человек И мне очень сложно бороться с волнением Мне дают такого волшебного пинка Моя семья На каждый этап, на каждый тур И вообще, в принципе, на голос, чтобы мне пойти И не знаю, чего это стоило Потому что меня отправлял туда муж Моя семья, мои сестры Все говорили, давай, иди вперед Я говорила, да нет, вы что? Проект Голос, да я никогда в жизни не смогу Посмотреть, как там поют Мы пересматривали каждую серию двух сезонов Я, конечно, не могла поверить, что я могу туда попасть И дойти так далеко Вот Поэтому каждый этап, он сложен по-своему Но для меня это, конечно, что-то такое неподъемное То, что в итоге я подняла К вам еще песни же давались тоже сбои Все, и Шопена вы не хотели же, да? И Орликина не хотели Да, да, у меня все было достаточно непросто Шопена, да, мне посоветовали петь ребят из музыкальной редакции проекта «Голос» Я сначала тоже была возмущена, что я не хочу Но потом в итоге В итоге я обожаю эту песню Она сыграла со мной тоже такую, знаете Ну, не знаю Такую хорошую роль она в моей жизни сыграла Вот Балладу о матери я сама очень хотела И слава богу, что сам Борисович мне позволил ее спеть Я ему очень благодарна Вот И с Орликиной я боролась Ну, потому что я не хотела исполнять песни из репертуара Борисны Потому что это всегда, знаете, сопровождается таким каким-то вот сразу критикой какой-то людским гневом Да вот, как-то может песню петь там Малой Пугачевой Поэтому я не очень хотела ее исполнять Но у Александра Борисовича была своя философия на этот счет Достаточно глубокая И он мне все это донес, объяснил Ну, я очень долго не могла с этим смириться Но когда все это произошло, я потом ему сказала, конечно же, спасибо И вообще, Александр Борисович, ну, он, не знаю, мне кажется, он очень такой гениальный человек Он тебя вот, как, знаете, в простом народе говорят Он тебя выкупает просто вот за две встречи Он уже прекрасно знает, что ты можешь, чего ты не можешь Он прекрасно знает, что твое, что не твое И в этом его секрет успеха Он никогда тебе не даст то, с чем вряд ли ты справишься Он всегда видит в тебе того человека, ту личность того артиста Кем ты можешь быть Вот, и так же получилась, собственно говоря, Сарликина Мне кажется, она очень хорошо получилась И мне с ней удалось справиться Хотя, вначале я, конечно, очень боялась Но я посмотрела кусочек с ребятицей там Стой, нет, не так, здесь молчи, слушай меня Я бы расплакалась и вообще убежала, наверное Александр Борисович, а можно вот после этой попетки Нельзя, все, все, тихо Тихо, нельзя и все, замолчи Да, просто это нужно знать Это нужно как бы просто принимать Он такой человек, не потому что он там какой-то очень злой Это просто вот его такая манера общения Я, в принципе, сама эмоциональный человек И со мной вряд ли, знаете, пройдет Давай здесь потише, здесь погромче Со мной тоже так же нужно Нет, да, и мне это нравится Я, в принципе, очень люблю эмоциональных людей Ей сама достаточно эмоционально выражаясь свои эмоции За что меня там периодически в интернете ругают Или еще какие-то там комментарии пишут Ну вот я такая, какая есть И вот мне, как сказать, интереснее работать Вот с такими же эмоциональными людьми, как и я То есть я не отношу себя, знаете, к таким лирическим героиням припудренным Которые будут там Ах, сад мой, ах, бедный сад мой Если черные, то это черные Если это белые, то это белые И с Александром Борисовичем в этом плане очень удобно Он никогда тебе не будет говорить какие-то полтона Он тебе скажет плохо и далее хорошо И мне так удовольствие Вы, ребята, рассматривали как соперников наверняка кого-то И кто, на ваш взгляд, был самым опасным соперником? Скажу так Это совершенно искренне Что для меня, в принципе, не существует никаких соперников В жизни, в конкурсе или еще где-то У меня есть абсолютно точно своя дорога И никогда я ни с кем не конкурирую Вот не в конкурсе и не в жизни Мне абсолютно все равно, кто что поет и кто как поет У меня просто есть любимые мои артисты с двух-трех сезонов Которые мне просто нравятся, ребята А рассматривать кого-то как соперника, это точно не про меня У меня была своя определенная цель на этом проекте, который я достигла Я хотела попасть, во-первых, туда, чтобы хоть кто-то повернулся И очень хотела спеть Алюшеньку, ну вот, баллада у матери Все остальное меня абсолютно не интересовало До какого этапа, как и что Ну, как бы вот так Мне абсолютно все равно А народный артист, он внес какой-то вклад тоже? Да, конечно, это был мой такой первый опыт поездки в Москву Именно вот я давно в Москве жила Но именно Москва в том плане такой закулисье шоу-бизнес Это первые мои такие шаги, где я познакомилась со такими артистами, как Лариса Сандолина Режиссер Сыгран Киосаян То есть я немножко пощупала вот этот мирок Хотя на тот момент я еще училась в институте и в Саратове жила И, конечно, дал тоже какой-то свой опыт, свое знакомство с творчеством Поэтому все в такую мою копилочку Хочется показать вот все, на что ты способен И когда перехлестывает это волнение, это все И вся планета распахнулась для меня И это радость Вы юрист по образованию, но... Но не по призванию Да, 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 да Вот в какой момент вот началось становление музыкально? Когда вы осознали, я хочу на сцену, я хочу быть музыкантом? Нет, на сцену я захотела, это уже, наверное, не знаю, лет с четырех И я точно хотела только петь А вот МВД, мой институт, это уже по настоянию моих родителей Только лишь потому, что они хотели создать мне такой тыл Потому что они понимали, что достаточно одержимы своей мечтой стать певицей И, знаете, тут вариант, что вдруг не получится Надо же ребенку подстелить ту самую соломку Чтобы он смог себя в жизни еще как-то реализовать Поэтому у меня есть такое серьезное образование, как институт МВД На тот случай, если пропадет голос А дома вы тоже поете? Ну, не знаю, наверное, как все там что-то в ванной И так в машине с ним музыка играю, что-то подпеваю Ну, так в основном, конечно, занятия То есть постоянно нужно фейды постоянно поддерживать? Ну, я, да, я совсем недавно стала заниматься именно эстрадным вокалом Потому что мне, конечно же, не хватает этой школы И я пытаюсь так восполнить пробелы У вас, сестры, у девчонок не было тоже желания заняться музыкой? Ой, нет Нет, у меня все девочки очень такие серьезные и талантливые У меня не заканчивали музыкальные школы Но у меня средняя сестра закончила государственный университет Просто классический, она психолог А вот младшая сестра, она вот сейчас заканчивает медицинский университет И уже даже вот она оперирует, ассистентом является Я ими очень горжусь Я, наверное, самая такая одна творческая, знаете, неду Они у меня все такие сильные личности, все профессионалы А я вот пою Ты все пела, так в эти же попляши Про ваше перевоплощение из брюнетки в блондинку Это было непосредственно к проекту сделано? Ну, я тоже читала, это полная, конечно, ерунда Нет, я вообще в оригинале брюнетка Вот, я достаточно долгое время ходила так Вот, действительно, народом артисте была еще светленькая А потом я все время ходила с черными волосами У меня вот жутко хотелось стать почти блондинкой из коре Это вообще никак не связано с проектом И мало того, я скажу, что когда я шла на проект На слепые прослушивания, я целенаправленно Не делала какой-то красивый макияж, не делала никакую прическу Единственное, на меня вот надели платье А так, я, знаете, хотела все по минимуму То есть вообще не стараться Для того, чтобы вот если я не пройду, чтобы не было такой травмы Что вот я так старалась и не прошла То есть я вот как будто шла-шла-шла, спела и ушла То есть я вообще ничего не старалась делать Тем более уж для проекта я не красила, не стригла волосы Ну и какая мечта осталась? Какие-то вершины еще остались непокоренными? Что еще хочется? Ой, вы знаете, так еще много хочется спеть И это, наверное, вот самое главное Хочется спеть именно что-то уже свое Написанное для меня На чем я сейчас усердно работаю У меня есть классная команда, которая мне в этом помогает Конечно, уже хочется петь не только кавера Перепевать кого-то, а уже что-то сделать свое Про любовь, что-то, я не знаю, лирическое, драматическое Не знаю, ну что-то очень красивое Это то, что мне близко Вот я постараюсь это вот в ближайшие сроки Так сказать, выдать в свет эти песни Искренне желаю вам удачи Спасибо большое за интересную беседу Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому!